Победа отказала летевшему из Казани ветерану в выбранном месте. Вот такие новости появляются в преддверии 75-летия Победы. Здравствуйте! Авиакомпания Победа объяснила отказ летевшему 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны в предоставлении выбранного им места повышенного комфорта на борту самолета Казань-Сочи. Как сообщает ТАСС, это связано с тем, что пассажир купил билет у аварийного выхода, где не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не могут оказать необходимого содействия экипажу. В пресс-службе авиакомпании добавили, что пассажиру предоставили другое место, а за услугу выбора места ему вернули деньги. Какие товары подорожают из-за коронавируса? Перебои с поставками гаджетов и автокомпонентов могут начаться уже в марте. У отечественных ритейлеров пока есть запасы, но если производство в КНР не возобновится к 10 февраля, к концу марта электроника начнет исчезать с полок, предупреждают дистрибьюторы. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung. Продолжая тему коронавируса, в своем инстаграм новости Мамадыши мы хотели провести прямой эфир с нашей землячкой, которая на данный момент находится в Китае. Но она нам отказала. По ее словам, в Китае категорически запрещено распространять какую-либо информацию о вирусе. В частности, она пишет. Могу сказать одно, российские СМИ преувеличивают цифры и сеют панику. Новость скорее для водителей. 666 и 999 в России появятся новые коды регионов на номерах. Например, в Москве можно будет выдавать номера с кодом 497 или 999, а в Татарстане 616. Это связано с нехваткой госномеров. Интересные новости. Живущие в Норвегии 32-летние сестры Юдит, София и Сильвия – тройняшки. И случилось удивительное – одна из них сама родила тройню. Шанс на то, что у одной из тройней произойдет естественное зачатие тройняшек, составляет 1 аж к 6 миллионам. Но именно такое везение выпало на долю одной из сестер. В феврале в Мамадыши состоится громкое событие сезона – фестиваль креативных санок. Об этом знают не только в Татарстане или даже в России, но и за рубежом. Фестиваль уличный, поэтому важно знать, какая будет погода. И я вам сейчас расскажу. Утром 8 февраля ожидается небольшой снег. Температура будет варьироваться от минус 11 до минус 18. Поэтому одевайтесь теплее, чтобы не замерзнуть и в полную силу насладиться праздником. Продолжая тему с Саннифест, специальным гостем в фестивале креативных санок станет популярный шоумен Айрат Загриев. На Саннифест можно будет поиграть и в старинные игры. Например, Анюта Ятута. Я сама, конечно, не особо знаю, что это за игра, но, вероятно, будет весело. Также курица и ворона, зорница. Ну, зорницей уже проще. Спортивные эстафеты, старинные игры, веселые соревнования поднимут настроение и зарядят энергией всех участников. Также детское историческое фехтование вас должно удивить. Ну, и для любителей спорта будет мастер-класс по боксу и, кстати, еще и хоккей в валенках. В выходные в Мамадышском районе пройдет Лыжня Татарстана 2020 8 февраля во всех сельских поселениях района 10 февраля в городе. Любители лыж не пропустите. В каждом районе республики есть герои, которые своими делами прославили или прославляют малую родину и весь Татарстан. На сайте 100tatarstan.ru ссылка будет в описании. Идет голосование. Каждый район выдвинул одного выдающегося земляка. Если за него как следует проголосовать, он попадет в сотню ярких деятелей ТССР. От нашего района представлен Борис Жилкин. Кто не знает о ком речь, я немножечко расскажу. Он доктор сельскохозяйственных наук, крупнейший лесовод страны. Свою работу начинал именно в Мамадышском районе. В свое время служил лесничем в Клюшском лесничестве. И уже в 1921 году открыл лесной техникум в Лубянах. Имя Бориса Дмитриевича Жилкина навсегда вписано в летопись истории нашего края. Он также стал основоположником научной школы в области экологически ориентированного лесоводства. Это были самые яркие новости этой недели. Подписывайтесь на наш канал, чтобы каждую неделю получать порцию свеженькой информации. В комментариях пишите, какая новость больше всего отозвалась в вашей душе. Оскорбление ветерана или Айрат Загриев на Санифест. Ну и ставьте лайки. До свидания. И кстати, вы можете присылать нам свои новости, которые мы обязательно расскажем и покажем. Под постом также будет номер телефона. Присылайте на него то, чем бы вы хотели.